Большие пылесосы проходят по проезжей части в тандеме с моечной техникой. Малогабаритные движутся по тротуарам. От пыли и грязи в первую очередь отмывают дороги второй и третьей категории, по которым ходит общественный транспорт и где есть подъезды к социальным учреждениям. В этот вторник в Самаре в рамках месячника по благоустройству привели в порядок Красноармейскую, Агибалово и ряд других магистралей. После зимы улицы подмойка принимаются постепенно. До этого необходимо проведение работы по сбору зимних накоплений, вычувствованию газонов, ручному подбору мусора. Соответственно, пока работы по мойке проводятся на 129 улицах, и 708, которые, в принципе, моются в летний период. Работы по подготовке и мойке ведутся по всему городу. Единственная интенсивность их немножко отличается в связи с различными спецификами районов. Сложнее всего дело идет там, где зимой дороги посыпали песчано-соляной смесью. Это Красноглинские, Куйбышевские и Кировские районы. МП благоустройства задействовало около 300 рабочих и более 200 единиц спецтехники, в том числе 18 вакуум-подметальных машин и 16 поливочно-моечных. Обычно одного бойлера хватает на то, чтобы полностью отмыть одну дорогу. Также задействуют машину Чистодор. Загрузка мусора и пыли производится по транспортеру в кузов. Производительность в четыре раза выше по сравнению с дорожным пылесосом. До 25 тонн за смену. По мере подготовки остальных дорог к мойке количество специальной техники готовы увеличить. Резерв имеется. Мы работаем и днем, и ночью. У нас и днем, и ночью ходит техника. И поливмочные, и пылесосы. Убираются зимние накопления. Вручную, механизированную. Зимние накопления убираются. И после этого только поливмоют дороги. Трудности только из-за припаркованных машин. Из-за припаркованных машин даже вручную в некоторые места трудно убирать. Поэтому основной объем работы выполняется в ночную смену. Так и трафик не перегружается, поскольку моечные машины следуют со скоростью не более 12 км в час. Пылесосы вдвое медленнее. Аналогичные работы будут регулярно вестись в теплое время года, особенно после дождей. Пыли частицы грунта с газонов попадают в ливневки и скапливаются вдоль бордюров. Чтобы вычистить все это, будут задействовать щеточное оборудование, смачивать водой, избегая пыления при уборке. Посильный вклад в чистоту города в ходе месячника по благоустройству может внести каждый. Все желающие приглашаются к участию в завтрашнем среднике. А 20 апреля пройдет основной общегородской субботник.